Ну и что в это время происходит в оккупированных террористами городах? Как живут простые люди, оказавшиеся в этой ловушке? Давайте послушаем Донецк и Луганск. В Донецке наметилась очень нехорошая, тревожная, по-моему, тенденция. Из города продолжают выезжать украинцы, вывозят свои семьи. А в Донецк пребывают так называемые беженцы из освобожденных городов, которых расселяют в оставленных дончанами общежитиях и квартирах. К нам также приезжают ополченцы, так сказать, на побывку. В городе, помимо тысячных очередей за гуманитарной помощью, люди по несколько дней, в любое время дня и ночи, в любую погоду, вынуждены стоять также в очереди за материальную помощь. Сначала для того, чтобы записаться на ее получение, а потом и для того, чтобы непосредственно ее получить. В разговоре, то, что я наблюдаю, жизнь разделилась на до войны и после войны, потому что каждый из наших жителей, когда он что-то рассказывает, всегда говорит, это было до войны. Или вот мы уже встретились там после войны, то есть такой рубеж. Они запустили терминалы платежные с населения наличных денег. Они назвали их как первая луганская платежная система. И предлагают населению через них оплачивать коммунальные услуги, какие-то платежи. То есть схема заключается в том, чтобы получать наличность от населения, если у кого еще какая осталась. Основное настроение это разочарованность и, как все будут, в принципе, разгубленность.